День на Думске Две из них достаточно приятные сообщения. Первое. Это рост ВВП почти на 1% превышает от запланированного. Это хороший показатель. Нам обещали 3,2% рост ВВП в течение года. Но по последним сводкам, судя по всему, за активный летний период показатели роста ВВП увеличились на 0,9%. Ну, скажем, грубо, один. Что это значит? Сможем ли мы сохранить этот темп? И следует ли нам действительно к этой новости относиться с каким-то положительным и приятным ощущением? Пожалуйста. Ну, если помните, мы эту тему с вами обсуждали в начале года или в конце 2017 года, когда были прогнозы. И тогда я сказал, что тот прогноз, который есть, он, скажем, очень такой осторожный и аккуратный. Что рост ВВП должен был быть выше, чем он был тогда запланирован. То есть, в принципе, вот эти 3,8%, 4%, которые, думаю, будут к концу года, как раз соответствуют больше к реальности. И сейчас, надо сказать, что Украина находится в динамике роста. И я думаю, что темпы не будут снижены. То есть, они могут остаться на таком же уровне, как и есть 3,8%. Может быть, даже к 4% мы подойдем чуть-чуть ближе. Почему? Потому что мы видим, решается главная проблема на территории Украины – это инвестиционная привлекательность. То есть, сегодня для иностранных инвесторов больше возможностей, больше гарантий тому, что деньги, которые будут вложены в Украину, будут сохранены. То, что они смогут их вывести в то время, когда им необходимо. А для инвесторов – это самое главное – гарантия, чтобы вклады останутся за ним. И надо сказать, что у нас сегодня отрасль развивается по-разному. Лидером, как и было, так и остается сельское хозяйство. 11% роста за первое полугодие. Чуть ниже строительство – 8%. Транспорт – 7%. Причем транспорт, он впрямую зависит от сельского хозяйства. А строительство – потому что он перевозит зерно, перевозит сельхозпродукцию, перевозит строительные материалы. И вот это как следствие. А что такое транспорт, если подробнее? Транспорт – это автоперевозки. Это перевозки железнодорожные, авиаперевозки. И надо сказать, что единственное, какой минус еще остается, то, что торговая сальда в целом в Украине еще пока отрицательна. И вот эта отрицательность, она не идет к снижению. То есть у нас растет экспорт, достаточно где-то процентов на 11-12, но импорт растет в таких же темпах. Причем надо сказать, что рост импорта – это не должен людей пугать, в принципе, это тоже есть хорошо. Что означает, если растет импорт? Это означает, что внутренняя экономика не справляется с теми объемами, которые… внутреннее потребление. И, естественно, что оно могло было бы развиваться, толчок получить только тогда, когда вот этот дефицит достигнет какого-то такого промышленного масштаба. То есть если, скажем, на 100 рубашек не хватает, ради них никто не будет запускать цепь. Но когда речь идет уже о сотнях тысяч мелких изделий или о десятках крупных, тогда, естественно, есть смысл увеличить производственные мощности. И поэтому следующий шаг от роста такого импорта должно послужить, что внутренний рынок будет уверен в том, что увеличивая производство, его продукция будет реализована. То есть вступает в силу уже импортозамещения. И таким образом, это, знаете, как в учебнике написано, это классика. Я ничего нового не придумал. Это такое циклическое развитие во всех экономиках благоприятных мира. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ну вот какая история получается. Мы говорим о развитии ВВП, о возможных инвестициях зарубежных, что очень важно для нас в данный период времени. Если правильно мы понимаем, украинский труд оплачивается невысоко. Почему тогда у нас такая задержка с развитием строительства, развитием предприятий? Почему не вкладывают деньги иностранные инвесторы? Если здесь действительно им подходит стоимость оплаты труда и территории, и климат, и все прочее. Причин несколько. И нельзя сказать, что это одна, какая из них важнее. Главная причина для иностранного инвестора, почему он не вкладывал в Украину на сегодняшний день, или на вчерашний день было то, что существовали, скажем так, запреты на вывоз дивидендов, заработанных в Украине. Ну так отменили, это же сколько? Их отменили буквально в декабре 17-го года. Это, знаете, но вложить инвестиции, это не купить колбасу. Для этого нужно делать проектные решения. Надо, во-первых, понимать, какой производство в Украине размещать. А самое главное для любого инвестора, иностранный, украинский, не имеет значения. Реализация продукции. Он должен быть уверен, что эту продукцию, которую он в Украине будет производить, он найдет рынок сбыта. Идеально было бы, чтобы это происходило в самой Украине. Но, к сожалению, у нас низкие доходы, платежеспособность невысока. И поэтому большинство иностранных инвесторов заинтересованы здесь размещать продукцию, чтобы ее вывозить в те же места, где они сегодня торгуют. Тем самым, используя украинскую, как вы сказали, дешевую рабочую силу, как достаточно простоту экологических, да, поле не такое строгое, как в Европе, можно сказать, очень лояльное. Вот. И вот эти моменты, они действительно служат тем толчком, чтобы действительно в Украине размещать, вкладывать именно в производство. Но, вот, скажем, вот эти уже мы видим, я даже думаю, то, что сейчас происходит, это либерализация, да, валютных отношений, это во многом диктуют нам иностранные инвесторы, которые говорят, мы к вам пришли бы, но мы вывезти не сможем. Мы бы к вам пришли, но у нас нету гарантии. И сегодня вот то, что действительно такими темпами происходит, во-первых, сокращение больших разрешительных документов. Только в строительстве убрали 150 разрешений согласования. И сегодня, обратите внимание, сама по себе себестоимость строительства, она стала дешевле. Если раньше 55% уходило не на стройку, то 45% вложенных средств, это именно стройматериалы, зарплата, там, механизмы и так далее. И 55% на согласование, взятки, коррупцию и так далее. Сегодня эта составляющая значительно снизилась. Естественно, что это есть дополнительные привлечения, но строить производство ради производства, это неправильно. Мы вкладываем деньги в любой инвестор. Он должен понимать, более того, он должен понимать, что реализация будет происходить не год, два, три, не пять, а лет 10, 15, 20. То есть, что он за это время сможет вернуть вложенные средства и больше, чем вложит. То есть, гарантии должны быть длительные. Однозначно. И тогда он должен понимать, что длительные инвестиции, которые есть сегодня в Украине, конечно, и война где-то играет определенную роль, отталкивающую. Где-то коррупция имеет высокое значение. Как бы с ней ни боролись, все равно она влияет очень сильно. Ради инвестиций также можно обозначить эту инициативу Кабмина, вводить некоторые льготы в определенных областях. Это зависит от тех отраслей, которые наиболее очевидно в этих областях популярны и востребованы. Понимаете, здесь надо быть очень осторожным и очень аккуратным с этим, скажем так, желанием Кабинета министров. Но, во-первых, надо сказать, что этот закон существует аж с 2012 года. Но он не вступал в силу, никто пока им не воспользовался. Почему, говорит, нужно быть очень осторожным? Потому что здесь заложена, скажем так, коррупционная составляющая. Если почитать внимательно закон, там очень много, скажем, дается на откуп Кабинету министров. То есть Кабинет министров принимает, какие цели являются перспективными. Кабинет министров принимает, что никакой регион является перспективным. И определенные льготы существуют по НДС, сейчас мы об этом оставляем все более подробно, и по прибыли. И когда с прибылью понятно, то есть она наполовину, скажем, у нас сегодня 18%, то будет налог на прибыль 9%. Что касается НДС, вопрос очень такой, знаете, я до конца понятия не могу, какой будет механизм. Потому что если освободить уплату НДС, это может оказаться еще хуже. Потому что любой инвестор, покупая, опять же, те же стройматериалы, какие-то транспортные услуги, он везде будет вводить налог на добавленную стоимость. Если он является платежником НДС, он сможет себе вернуть. А если он не будет являться, он только на 20% будет переплачивать. Поэтому здесь, может быть, будет освобождаться от той разницы налога на добавленную стоимость. Допустим, потратил НДС, а то, что уже больше, там как БНДС остается ему на развитии. Таким образом, может получиться процентов до 40 преимущества льготы у того, кто попадает в эту программу в кабинете министров. Но, очень большое жирное но. Мы должны понимать, что он будет производить. Если то, что на Украине производится, начнут получать преференции, чем те другие производители, кто уже это производит. И мы можем получить такой риск, что, получив новое предприятие, те должны будут закрыться старые, потому что они не будут конкурентоспособны. Они более старые, значит, у них не такое эффективное производство, как правило. У них не будет год процентов на 30-40, их продукция будет изначально дороже. И чтобы мы, знаете, поймав какого-то карася, не потеряли щуку. И поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Конечно, это могут быть такие отрасли, которые сегодня в Украине просто отсутствуют. То есть, у них нет сегодня конкуренции. И продукция импорта, с целью импортозамещения мы в этой сфере, в этой отрасли будем создавать производство, рабочие места. Тогда это не так повлияет. Поэтому здесь, знаете сказать, шашкой махать, давайте открывать везде и всюду для каких-то льгот. Более того, льготы предусмотрены на ближайшие 5 лет. А любая инвестиция, если мы говорим о крупном каком-то заводе, учитывая нашу бюрократическую страну, это земельные отношения, техническая документация, разрешение, согласование, проект, строительство, само строительство, ввод в эксплуатацию. Если это крупные предприятия, года 3-4-5 уйдет. В итоге получается весь льготный период предприятие будет строить, не получая никакой прибыли. Конечно, можно сегодня, используя достаточно заранее какие-то подготовительные работы, готовые уже площадки строительные, процессы можно ускорить и за год-полтора ввести объект в эксплуатацию. Но при этом нужно, кто будет в этих программах уча, должен внимательно все это изучить, чтобы не погореть. То есть это похоже больше на мультибуляцию и, вот вы говорите, на коррупционную составляющую. Ну, знаете, она может быть. Я не говорю, что это будет однозначно, но всегда, знаете, кто не попал, скажет, а вот там, вот так оно. Если здесь приводят в пример именно проблемные регионы, говорят о том, что именно для них будет приоритет в льготах, здесь в отношении хитрых, или, скажем, предпринимателей нечистых на руку, регистрация любого предприятия на, ну, назовем это, назовем проблемной территории, даст возможность ему сразу же получать все эти льготы. Да. То есть просто юридическая регистрация по месту? Ну, во-первых, это будут, во-первых, должны быть какие-то инвестиции, должны быть определенные. Не просто предприятие зарегистрировало это место, он должен здесь и работать, не просто регистрация. Это в офшорах. Неважно, где ты работаешь, главное, что ты зарегистрировался, налогов уже не платишь. Здесь же более жесткое требование. То есть открыли, зарегистрировали и в этом месте работаем, привлекая местную рабочую силу. Но, понимаете, здесь очень тяжело, я не думаю, что какие-то гиганты, да, смогут на этих территориях работать. Почему? Потому что когда проблемная территория, то уже, что рабочая сила оттуда выехала. И инфраструктура, как правило, устаревшая или ее нету. И это будет очень дорого туда все это вводить и вносить. Конечно, если будет, и более того, может быть такое опасение, как на востоке Украины. Города, скажем так, призраки, да, на сегодняшний день, которые когда-то формировались возле определенной шахты. Уголь в шахте закончился, и города, поселка того фактически не остался. На карте еще есть, да, люди живут, но ни работы, ни уровня жизни, ни зарплаты, ничего там нет. Поэтому здесь есть определенные моменты, когда, знаете, государство, в принципе, это нормально. То есть это стимулирует развитие, это дает толчок развития, оно заинтересует, главное, инвесторов. Но опять же, не нужно ждать, что мы будем собирать какие-то паровозы или крупный какой-то автомобильный автосборочный завод. Но, скажем так, предприятия по переработке того же сельхозсырья, это вполне возможно. Здесь не нужны громадные инвестиции, не нужны большие территории и не нужно большое количество квалифицированной рабочей силы. Ой, ну, к слову, хочу услышать ваше мнение по поводу завода по сборке каких-то популярных марк автомобилей. Почему в Украину не заходят такие заводы, просто собирать их, не нужно производство, просто собирать? Я вам скажу, в Украине очень сильно, как бы сказать, не лобби, а наоборот, лица, которые торпедируют, любуют такие подобные проекты. Это всем известный ВАСАЦ, да, член БЮД, которые делают все возможное, чтобы просто автосборка в Украине не происходила. И мы уже, знаете, как устали слышать, что ЗАЗу нужны преференции, это запорожскому автомобильному заводу. Ну, который, по сути, сейчас не выпускает ничего. Ну, он уже что-то выпускает, но практически ничего. У нас только в июле месяце в два раза упала сборка автомобилей. Поэтому, я думаю, было бы много желающих. Если бы были нормальные условия, вот, кстати, ну, нельзя сказать, что Запорожье-то сегодня та территория, которая требует развития, является, скажем, нуждающимся дополнительно. Город достаточно донор. Много и так промышленных объектов, и его роль в экономике Украины значительна на сегодняшний день. Но для этого территории вполне можно было бы применить такие льготы, о которых мы только что говорили. То есть, не обязательно ждать. То есть, у нас Одесский припортовый завод, который, к сожалению, думаю, уже не будет работать в той сфере, в которой он сегодня работает. То есть, вполне можно было бы эту территорию предоставить потенциальному инвестору, чтобы он купил, вот, чуть ли не по стартовой цене с аукциона этот объект. Но значение инвестиций будет в десятки раз больше, чем стоимость этого завода. Значает, что мы получим в десятки раз больше рабочих мест. Вот, в таких территориях это было бы действительно очень перспектива, замачивая. А главное, там, где есть инфраструктура, где есть достаточная квалифицированная рабочая сила, мы бы получили развитие очень быстрыми темпами. По курсу доллара? Да. Растет? Растет. Нормальное явление для конца августа? Или вообще это происходит в начале сентября? Совершенно верно. Вы правильно заметили. Как правило, июль-август у нас тенденция к стабильности доллара и даже к снижению какому-то. Но здесь, вы знаете, мы уже как-то говорили с вами или с другими журналистами, в принципе, логика в чем? Вот то, о чем я говорил. Государство Украины сегодня пытается сделать более инвестиционно привлекательную Украину. И один из таких сдерживающих инвестиций, факторов было, то, что инвесторы иностранные не имели права вывозить свои дивиденды, которые заработают. Они заработали, вывозить их не могли. И они вынуждены были свои валюты вкладывать в Украину. В чем? В гривнах. Они покупали облигации госзайма, они за это получали какие-то дивиденды, проценты. И так сложилось, что с декабря 2017 года, во-первых, чтобы убрать вот эти препоны, привлечь инвесторов, разрешили вывозить. И сегодня многие иностранные банки, иностранные компании вывозят ту валюту, которую заработали когда-то. И как раз облигации госзайма где-то на 2,5 миллиарда гривен, когда нацбанк вызывал их на продажу, иностранцы их покупали. И сегодня пришло время их обратного возврата. То есть они эти деньги, облигации вернули, получили свои 2,5 миллиарда с процентами, на эти деньги купили валюту и вывозят на родину. Честно заработаны. Поэтому и очень важно, что это как бы совпало до сентября месяца. Потому что, если бы это, скажем, было бы в сентябре, 2 октября, курс был бы еще выше. То есть сезонность, как правило, в сентябре у нас всегда доллар растет. И этот фактор он бы сделал больше. Теперь мы видим, что август доллар незначительно растет. В сентябре, я думаю, темпы роста могут сохраниться, могут остаться на том же уровне. Но в любом случае, я думаю, что откат будет. Может быть не на те же... Хотя, вы знаете, у нас было 29, мы вернулись в 26. На то, что он будет 25, я сомневаюсь, но на то, что ниже 27, я думаю, что в районе 27 так не будет. Спасибо вам большое, Эдуард Каражея, экономист. Прерываемся на новости. Позже программа Саши Кори. Ни слова о политике. В 18.10 вернемся. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова